Всем привет дорогие друзья, меня зовут Антон Девяткин, я достаточно давно занимаюсь профессиональной фотосъемкой но буквально вот с этого сезона я начал заниматься активно профессиональной свадебной видеосъемкой и сегодня я хотел бы с вами поделиться информацией, такими нюансиками которые всплыли у меня вот буквально через несколько отснятых на видео свадеб поехали но прежде чем мы начнем, мне хотелось бы попросить вас поддержать мой начинающий канал на ютубе для этого достаточно поставить лайк, если видео вам понравилось возможно подписаться на канал, если вы хотите в будущем смотреть видеоролики с моим участием и оставить один какой-нибудь адекватный комментарий огромное спасибо ну так вот, насмотревшись всяких обучающих материалов по свадебной видеосъемке я понял, что основная концепция профессионального подхода к этому заключается в том, что ты встречаешься с молодыми до основной церемонии и обсуждаешь вообще, какой бы материал они хотели получить в итоге то есть короткий клип, ролик 10-минутный или целый свадебный фильм, полуторачасовой или больше какой бы клип они хотели, динамичный, романтичный или такой и такой ну у всех разные приоритеты, кто-то хочет, чтобы вообще все снималось и т.д. и т.п. это отдельная тема для разговора ну вот, как бы мы встречаемся с людьми, мы с ними обсуждаем, что вот они хотят такой-то, такой-то материал я говорю, все, окей, я буду снимать так-то, так-то, чтобы потом сделать такой-то клип или фильм и все хорошо, но после отснятого свадебного дня получается, оказывается, что песни-то, которые подойдут под данный клип, например, романтические, они не подходят и ребята уже хотят более динамичный ролик а как получить более динамичный ролик из того, что мы отсняли все очень плавно и у них такие все плавные проводочки, наездочки, они в основном не бегали конечно, можно сделать динамику, да, но смотрел динамичные клипы и там в основном все так быстро, они там бегают ну, короче, вот эти непонятки, они очень мешают то есть ты уже себе в голове картину обрисовал а по факту люди тебе говорят, а мы теперь другое хотим и ты начинаешь эту картину стирать и пытаться что-то в ней изменить короче, нифига это неприятно второй особо напрягающий момент это невесты, которые не рассчитывают, что весь день они не смогут проходить на вот таких каблуках то есть у нас есть невеста, красивая, все классная она говорит, ну я никогда почти не ходил на каблуках но вот сегодня же свадьба, я хочу, чтобы я была там одного роста с женихом, да, я хочу выглядеть классно я буду у нас там 3 часа прогулки, я буду на каблуках я говорю, ну ты выдержишь точно? она, да, да, конечно и в итоге через полчаса прогулки, то есть сначала там проходят сборы, да ну, фиксим, там она без каблуков то есть проходит выкуп, она на каблуках там едем, 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 едем ЗАГС, она на каблуках и потом начинается прогулка, полчаса, у нее вот такое лицо у нее ноги болят, она не может стоять и, соответственно, ну, сниматься по-хорошему она тоже не может то есть просто как-то постоять там на фото она может но для видео нужно движение и потом виноватыми остаемся в этом все но в конце концов мы видеографии, потому что мы не сняли извините, как мы можем снять, если вы не рассчитываете что вы не сможете всю прогулку проходить на каблуках если вы не можете, берите с собой запасную обувь там кроссовки, балетки сейчас как бы в белых кроссовках люди фоткаются жених там в белых кроссовках, невеста в белых кроссовках все бегают, все классно, все прикольно как бы в общем, задумайтесь об этом следующий и третий по счету момент это ты спрашиваешь, ребят, на предварительной встрече а как тебе можно снимать то есть можно ли тебе лезть прямо в эпицентр особенно это касается банкета там подходить близко-близко со стабилизатором ну ты же профессиональный видеограф-то, е-мое вот то есть как тебе снимать там стоять издалека вот с токенным зумом там вот так вот все это как бы выдергивать, да, из контекста или прямо вот в центре, в эпицентре событий тут летать чтобы прям вообще классно как будто прям ну ты то есть чтобы ребята потом смотрели как будто они прям сами присутствуют на этом банкете то есть FPV от первого лица, типа и они тебе такие конечно, конечно, снимай я говорю, ну никто не будет против нет, мы всех предупредим и в конечном итоге на банкете ты такой снимаешь то есть вот стоят два стола вот здесь люди поздравляют позади тебя молодые, да ну ты как бы так снимаешь чуть присел ну так вот стабилизатор держишь чтобы как будто ну когда люди будут смотреть как будто они смотрят прямо вот на экран а там люди как будто на них смотрят ну классно же, да и тебя просто вот гости начинают вот так вот щипать вот так эй, парень, уйди, блин не видно ни хера за тобой ну это вообще нифига не приятно мало того, что это мне самому неприятно и потом это сказывается на видео потому что ты стоишь ну с тяжелым достаточно таким сетапом, да стаб плюс камера тебя еще дергают у тебя руки трясутся в этот момент то есть получается дерганая картинка на видео ну блин, ребят предупреждайте тогда гостей потому что представляете я начинаю предупреждать их да, на банкете они уже подвыпившие да им срать на меня хотелось абсолютно так что это тоже учитывайте и сейчас немного про современные тенденции свадебной видеосъемки вот нам говорят там а трех всего электронный стабилизатор бери такой, бери сякой снимаем с ним всю фигню и вот касаемо ну вот этих реалий использования стабилизатора да, постоянно во время всего свадебного дня да вы охренеете вот охренеете я снимал 15 часов со стабом с Ронин Эдс то есть ну я просто хотел себя проверить смогу я целый день с ним снять или нет блин, у меня потом руки вот здесь просто я их не ощущал они прямо немели вообще в конец и в итоге ну никому это нафиг не надо то есть стаб вам нужен это я сейчас к видео кам да только для каких-то проходок там на прогулке ну можете еще там в ЗАГСе снять со стабилизатором да, как вот например в Владимирском они там поднимаются так красиво по этой лестнице то есть вот так вот опять же если на лестнице не отступитесь нифига на этой стрёмной там в этом ЗАГСе а так с монопода или с рук короче и нафиг этот стаб вообще не нужен на постоянке на свадебном дне одна свадьба у меня была непростая то есть это такая выездная регистрация так скажем да ребята там произносили речь и я говорю так а у ведущей там будет микрофон да, какой-то там микшенный пульт чтобы я записал звук она нет ничего не будет я говорю ну тогда я повешу на жениха рекорда то есть диктофон с петличным микрофоном чтобы записать чистый классный звук и они такие да, да, мы не против конечно чувак делай все что хочешь для того чтобы просто сделать нам классный материал я все окей вешаю на него этот рекордер да он пишет был дождь мы там то прятались то выходили опять снимали и на монтаже я естественно эту дорожку так частично прослушал оставлял только то что мне нужно и самое главное я получил то есть хороший качественный звук я получил но то сколько я говна просто в свою сторону выслушал когда люди говорят такие типа зачем он это сделал что он хочет услышать вообще что мы секретами тут делимся а он это будет слушать он куда-то выложит да мне нафиг не надо ваши секреты мне вообще пофиг на них вы мне платите деньги за то чтобы я сделал вам классный ролик с максимально хорошим звуком а звук хороший звук в фильме в клипе в ролике это блин даже не 50 это 70% успеха то есть можно получить хорошую картинку фиговый звук и это будет провал и получить отличный звук и такую средненькую картинку и это будет топово так что если вы действительно ну хотите хороший звук уж извините ребят терпите что на вас будет вот такой небольшой рекордерик да там где-то ну уже не хаос потому что не вести само собой некуда либо он будет где-то во внутреннем кармане но обычно за спиной под пиджаком нормально скрывается секреты мне ваши они мне нафиг не нужны вообще блин я это прям беру вот это лишнее вырезаю и беру только то что мне нужно это же для вас делается а не для меня так что а если вы не хотите там чтобы я услышал о чем вы шепчетесь ну тогда все будет записано на встроенный микрофон в камеру или на направленный микрофон и такого качества не будет уж извините чуть не забыл рассказать про самое интересное это вот рекордер который стоял на женихе и самый эпик был в том что по завершении церемонии он просто сам или я не знаю там друзья его короче вот эту петличку вот этот петличный микрофон из этого рекорда выдернули то есть якобы чтобы я не услышал чего-то лишнего там ну блин она мало того что она здесь на резьбе то есть она не просто вставляется она еще и закручивается и самое интересное для чего вообще лезть в дорогостоящее чужое оборудование блин на вас повесили не для того чтобы прослушивать вас а для того чтобы получить качественный звук чтобы вы потом довольны были запомните никогда не стоит лезть чужое оборудование что-то там выдергивать или что-то там перенастраивать еще один интересный момент это отстойность пультов диджея на банкете вот это прям блин просто эпик короче по-хорошему звук на банкете надо брать на внешний рекордер да писать подключаясь к пульту и для этого у него должны быть там ну как минимум просто два канала на выход там тюльпаны или 6.3 все мне больше ничего не надо то есть я подключился выставил уровень все получил классный звук с банкета но блин иногда реально такие рекордеры они где-то копали там в Советском Союзе где-то там даже выходов нет просто чтобы звук подключить но круче всего бывает когда вот все классный микшерный пульт все там есть такие выходы есть сякие выходы ты подключаешься все хорошо но когда чувак просто накручивает громкость у себя то есть я пишу несколько дорожек для того чтобы их делать разного уровня в случае если он там накрутит или кто-то в микрофон заорал чтобы это не было с перегрузом вот три дорожки пишу окей и чувак просто там у себя прибавляет и у него пульт просто не вывозит этот сигнал то есть у него на самом пульте идет перегруз он идет в колонке и он соответственно идет уже в мой рекордер и как бы это перегруз не у меня это у него перегруз я конечно понимаю что ребята если вы собираетесь там жениться то вам эта тема вообще пофигу но просто учтите что не всегда в записи звука на банкете виноват видеограф иногда виноват диджей потому что просто они не хотят вкладывать бабки в свое оборудование они вот купили его когда-то и там в изоленте уже в клей в соплях уже там в проволочках все но пока оно вообще окончательно не сдохнет они другое не купят но особо конечно у меня вот подгорает от людей которые хотят прям ширпотреба то есть они мало того что они хотят и видео и фото то есть чтобы ты вот видеокамеру себе вот так вот закрепил да она такая смотрела снимала это все причем сама крутила куда надо а ты вот момент фоткал короче и еще чтобы у тебя здесь микрофон был и ты вел короче и все это за 500 рублей ну это ладно старый прикол фиксим вот короче люди хотят ширпотреба много всего прям все они такие а исходники там скинешь я говорю конечно скину без проблем вообще но я говорю ну они у меня такие эти ну то есть я снимаю они такие сероватые будут короче ну как бы не цветастые потому что я же потом крашу там ну хочу я же блин хочу стать нормальным видюком хочу все делать красиво вот они такие да 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 пофиг кидай нам короче все а потом когда они слышат что эти исходники будут весить сто и больше гигабайт они такие то есть люди хотят все всего всего все хотят получить от тебя но они не задумываются что им это нафиг не надо ребят я и так вообще ничего не вырезаю то есть я прям все оставляю все монтирую что вам надо не надо блин вы сами потом разберетесь если вам нужен там пятичасовой этот банкет я вам пятичасовой его сделаю это как бы мне это без разницы вы меня нанимаете что хотите я вам то сниму что хотите то смонтирую как бы так что сами смотрите нужны вам эти исходники не нужны они короче сговорились сейчас оттуда толпа туристов выйдет они такие облепят этот музей и будут мешать нам снимать алло кто не говорит в микрофон тот не попадает и в видео Вован привет мне недавно товарищ он снимал свадьбу на фото он мне рассказал случай один значит они приходят на банкет и там ведущий начинает свою фразу с того что дорогие гости кто не говорит в микрофон тот не попадает в видео и это на самом деле это очень важно потому что нам предъявили мне предъявили за то что я не снял на банкете как там один человек кое-что говорил другому но сам прикол в том что тамада в этот момент то есть ведущая ведущая не будем говорить тамада это не современно вот ведущая в этот момент она находилась вообще в другом месте и разговаривала с другим человеком то есть микрофон она давала другому человеку и по сути ну как бы я-то в основном снимаю ведущую то есть она рулит процессом а я это снимаю и кто там кому что на ушко шепчет ребят если есть какие-то особые моменты нюансы вы мне об этом заранее говорите что вот этот человек он будет там когда подопьет будет очень важные вещи говорить и посмотреть за ним чтобы снять это вот ну а так имейте ввиду то есть если вы хотите что-то очень важное искреннее и какие-то теплые слова сказать то берите ведущий микрофон и говорите их в микрофон чтобы потом я просто мог нормально это смонтировать вот такой небольшой списочек нюансов у меня получился которые ввели в меня ступор как бы после нескольких отсятых на видео свадеб надеюсь что эта информация была полезна начинающим видеографам и ребятам которые только собираются жениться пожениться если видео вам понравилось поставьте лайк напишите адекватный комментарий возможно пожелаете подписаться на канал ну а я с вами на сегодня прощаюсь всем пока увидимся в новых роликах